Привет, друзья! Он называл её Изуля, а она его волчонок. Его музыка и хриплый голос её бесили, она вообще не понимала, как можно заниматься одними только песнями. Тем более, что оба учились в престижной школе-студии МХАТ, и девушка не планировала становиться женой какого-то музыканта. Встретились будущие молодожёны на одной из студенческих вечеринок у подружки Изольды, носившей тогда фамилию Жукова. Роман закрутился как-то очень быстро, Володя красиво ухаживал, дарил цветы и подарки. Изольда Константиновна со смехом вспоминала о дорогущих туфлях, которые Володя преподнёс, оторвав от них каблуки, чтобы оказаться с девушкой одного роста. Тогда было модно в компании обнимать девушку за шею, а делать это, когда ты ниже её, неудобно. В молодости всё легко и не страшно. Очень скоро студенты уже жили вместе, за ширмой в проходной комнате коммуналки. А после того, как в 1958 году Изо познакомила будущего мужа с роднёй, решили расписаться. Но не всё было так просто. Во-первых, Изо после окончания школы-студии МХАТ распределилась в Киев, а Владимир остался в Москве, ему надо было доучиваться ещё год. Но в Киевском драмтеатре у Изольды не сложилось, и она возвратилась в Москву. Второй препоной на их пути стало то, что Изо была замужем и с разводом были проблемы. Но Володя так хотел взять Изулю в законные жёны, что поднял на уши всех окружающих. В результате, с помощью влиятельной родственницы, дело было улажено. Свадьба в 1960 году состоялась по Высоцкому. Не были куплены кольца, не звучал марш Мендельсона, вместо него включили музыку из укротительницы тигров. Букетом невесты была охапка подснежников, которые постоянно падали из рук, а у свадебных туфель снова были оторваны каблуки. На этом веселье и закончилось. Свекровь Евгения Степановна Изольду недолюбливала, своей жилплощади не было, денег в молодой семье катастрофически не хватало, достойной работы не давали. Начались скандалы, Володя стал прикладываться к бутылке. Благо, ему были рады в любой компании, и спешили поднести. Плюс ко всему прибавилась ревность Изольды к мужниной гитаре, с которой Володя проводил больше времени, чем с молодой женой. Невыносимым для творческих личностей стало и разочарование в театре. Ролей не было, актеры, конечно же, верившие в свою гениальность и рассчитывавшие минимум на главные роли в пьесах Шекспира, вынуждены были подрабатывать в массовке, если повезет. В попытках сохранить семью Изо забеременела, но наткнулась на яростное противостояние свекрови. Если та еще как-то мирилась с существованием нелюбимой невестки, то внуки ей были категорически не нужны. Свекровь закатила грандиозный скандал, после которого Изольда потеряла ребенка. Тогда свекровь даже не признала себя виноватой в трагедии. Вскоре после этого молодой актрисе предложили работу в драмтеатре Ростова, и она уехала устраиваться на новом месте, в надежде перевезти туда и мужа. Не сразу, но она добилась места и для него, но поздно. Ей рассказали, что Володя изменял, мало того, любовница теперь еще и беременна. История с разводом была некрасивой. По знакомым поползли сплетни о том, что подлая Изольда не дает несчастному влюбленному Владимиру развода, прячется, и она даже объявлена во всесоюзный розыск. Услышав об этом, Изольда выслала все необходимые документы, чтобы их развели дистанционно. Благо, общего имущества и детей не было, делить было нечего. Больше Изольда Константиновна не пересекалась с бывшим мужем. Даже о его смерти она узнала поздно, так что смогла приехать только на 40 дней. Тогда она поговорила с бывшей свекровью, и та, посетовав на следующих непутевых его пассий, извинилась перед ней за потерю ребенка. Женщины примирились. Изольда Константиновна в последние годы жила одна, в Нижнем Тагиле. С 1970-го и до конца своих дней она служила в Нижнетагильском драмтеатре. Наслушавшись за жизнь неправды о Высоцком, Иза Константиновна написала книгу воспоминаний, где постаралась показать Володю таким, каким он был в годы их знакомства. После развода с Изольдой у Высоцкого было множество романов и еще две жены, но никто из них не знал его в те времена, когда он еще не чувствовал себя звездой. Это довелось узнать только одной из его женщин – Изули. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok